Официально коммунистическое название хор «Бодрая смена» всегда тяготел к песенной классике. Безусловно, приходилось хористам исполнять и заказные вещи к разным партийным торжествам, и не только в родной Болгарии, но и на концертных площадках у старшего советского брака. Впрочем, высокий профессионализм позволял «Бодрой смене» обыкновенные агитки поднимать до уровня настоящего искусства. Ну а истинные шедевры, написанные Бахом, Монтеверди, Бриттоном и Кабалевским, принесли хору мировую славу. За 50 лет музыкальное образование в хоре получили 5000 юных болгар. Многие из них впоследствии стали известными солистами. В репертуаре «Бодрой смены» всегда было много русских песен, и не потому, что так приказывались в Москве. Русский файклор интернационно близок к болгарским напекам. Даже сегодня, когда на политическом уровне наступило некоторое охлаждение между нашими странами, хористы не собираются отказываться от русской музыки. Равно как и от своего бодряческого имени. Оно уже принадлежит истории. По легенде, Орфей родился на земле, которая зовется сегодня Болгарией. Так что певческий талант каждого поколения новых и вредник вполне объясним. Говорят, что поступило приглашение «Бодрой смене» посетить Москву в дни торжеств по случаю 850-летия российской столицы. Если это так, то москвичам можно просто позавидовать. Александр Галкин, Сергей Джиглов, ОРТ из Софии. Продолжение следует...